Как купить много и задешево? Или как одеться модно, но задорого? Дом вопрос, которые не сочетаются здесь на улице вокзальной, потому что вы одеваетесь модно и задорого в других местах, в торговых центрах, в бутиках, хотя потратив ту же самую сумму, плюс еще немножко можно спокойно поехать отдохнуть и одеться и в Египте, и в Турции. Можно и в Америку съездить, да, можно, можно и в Германию. Ну ладно, сегодня мы о другом. Где сейчас люди покупают продукты дешевые в большом количестве. На оптовых складах. Оптовые склады у нас расположены на выезде в сторону озера Соленое, по улице Вокзальной. Здесь же сегодня открыл оптовый склад и Альберт Павлов, руководитель специализированного центра автостеклового Альберта, который достаточно успешно существует в городе Магнитогорске. Итак, вот доезжаем сюда, чуть-чуть не доезжая до хладокомбината, поворачиваем направо, и там третий поворот направо будет. Улица Вокзальная, 5 дробь 2. Здесь располагается райд для автостекольных оптовиков. То есть вы можете сами стекла устанавливать, ну научиться нормально это делать. Можете своим друзьям посоветовать бизнес, допустим в Баймаке, Зилаире, Стерлитамаке, либо в Училах, либо в Нагайбаке. Видите, как можно деньги зарабатывать. То есть очень много здесь сегодня и сейчас автостекла для вас. Сегодня западные районы города – место повышенного автомобильного внимания. Сегодня на землях Братской и такой дешевой Башкирии так выгодно строить дилерские центры без канализации. Сегодня шизоидная аренда мест в центре города, отсутствие вообще всяких коммерческих перспектив освоения запущенных пространств, максимально привлекательными сделала неугодья, ранее забытые. Теперь это плодородные земли, где все дешево, где всего много, и вот это настоящий гипермаркет, не уступающий по масштабам Уолмарту. Любые продукты питания и предметы для дома, а теперь и необходимые расходники. Как-то автомобильные стекла здесь есть. Вот он второй год нашего сотрудничества. Точнее, сегодня мы практически его и отметим. За два года мы выросли с ларька на ЦГЯ. Мы поднялись до таких высот, что стали возить стекло на все автомобили, в том числе и на Porsche 944. А со своей стороны мы похвастаемся тем, что мы взяли, в конце концов, пооборот, областной телевизионный канал, ну и кое-что из кабельного. Что мы сейчас умеем делать и кого мы сейчас привлекаем к сотрудничеству? Нынешние передачи можно посвятить какому-то этапу нашей работы. В одной из передач, как я говорил, что мы развивающие компании, мы слов на ветер не бросаем. Поэтому следующим этапом у нас является новая точка, вернее, новая база, которую мы открыли на улице Вокзальной 5-2, которая будет включать в себя обслуживание автомобилей, установка-вклейка, оптовый склад, достаточно большого размера, площадью больше 260 квадратов, где будем производить отгрузку стекол. Вот, кстати, мы сейчас и посмотрим. Отгрузка идет в Сибаймак сейчас. Вот, отгрузку, значит, оптовикам. Отгрузку будем производить компаниям, которые сотрудничают с нами в черте города. Будем обеспечивать доставку этого стекла. И еще один из этапов формирования рынка стекла. Не рынка, а склада стекла, наличия стекла. Чтобы человек не искал 2-3 дня, неделю, месяц. А раз дистрибьюторы, то у нас есть и свои цены. И ездить никуда не надо. Да, если дистрибьюторы, значит, есть цена. Определенная цена, значит, оптовой продажи, оружичной продажи. Это играет нам на руку. И главное, что мы сотрудничаем с людьми, которые хотят иметь более дежурное стекло и более качественное. Имейте в виду, что стекло Борское очень высокого качества. Мы вышли на европейское стекло. Вплотную. Доставка буквально в течение 3-5 дней. Это финская компания Pilkington, бельгийский Splintex. И еще самое главное, в конце июня, начало июля открывается большой оптовый склад компании Asahi. Asahi Glass Company. Это значит, что все модели европейского качества, значит, стекла Asahi, Toyota, Nissan, Mazda и так далее, все японские, будут у нас в наличии. И доставка в течение 3 дней. У нас дорога открыта. Кроме того, что теперь здесь располагается настоящий серьезный склад автомобильных стекол на самые распространенные модели, здесь в скором времени откроется еще один пункт по замене автостекла. Кстати, серьезный подход к делу – это и серьезный погрузчик, и продукция серьезных производителей. И в очередной раз заметим, заменить автомобильное стекло здесь и на перекрестке улицы Комсомольской и Советской, где располагается базовая штаб-квартира фирмы «Автостекло» у Альберта в разы дешевле, чем это делается на дилерских центрах. Да еще качественней, в 100 раз. Но что теперь считать базой? Похоже, все-таки это топтовый склад-магазин. Конечно, хотелось бы, чтобы бизнес-центры в России были везде и строились в огромных количествах. Но бизнес-центры в России строятся, исходя из основного принципа – как больше денег снять с арендатора. Поэтому, извините, бизнес-центр города Магнитогорска – это сегодня выезд в сторону озера Соленое по старой дороге. Да, это склады, бывшие склады общепита и стратегические запасы города Магнитогорска. Ну, что делать? Зато цена вопроса. Если здесь брать место, так это сделал замечательный наш бизнесмен, который занимается автомобильным стеклом, Альберт Павлов, тогда можно за недорого вам организовать место оптовой торговли автомобильным стеклом. И еще раз напомним, как сюда проехать. Проезжаем по улице Вокзальной, до хладокомбината не доезжаем, поворачиваем направо и еще раз направо, буквально третий поворот направо. И вот улица Вокзальная, опять дробь 2. Здесь живут самые дешевые стекла в городе Магнитогорске от фирменного центра автостеклового Альберта.